Здравствуйте! Как всегда в это время мы говорим о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Канадакова. Если есть виновные, они должны быть наказаны. Владимир Путин выступил за объективное расследование причин трагедии 12 апреля. Визит президента ускорил восстановительные работы. Почти все пострадавшие, у кого были необходимые документы, получили деньги. В селах расчищаются площадки для строительства новых домов. Обещанного ждать к октябрю. Такой срок определили для себя власти Хакасии для оказания помощи пострадавшим фермерам. Чем ближе юбилей, тем чаще вспоминают главный закон республики. В Абакане обсудили роль и значение конституции Хакасии. Летопись Великой Победы от первого лица. Продолжается наша рубрика, в которой ветераны делятся воспоминаниями о военном лихолетии. Визит президента дал надежду погорельцам Хакасии. Помощь будет оказана, а к первому сентября они въедут в новые дома. Это Владимир Путин пообещал пострадавшим жителям республики, с которыми встретился сразу по прилету в Абакан. Примечательно, что люди попросили не только за себя, но и за чиновников с пожарными. Цитаты с той встречи уже разнесли московские журналисты, и самая популярная принадлежит Виктору Зимину. Посадите нас чуть попозже, дайте нам поработать. О чем еще говорили на встрече с президентом, смотрите далее. Госпиталь МВД – один из пунктов временного размещения. И здесь прошла первая встреча Владимира Путина в Абакане. У главы республики президент интересуется. Дошли ли до погорельцев 680 миллионов рублей, выделенные из федерального бюджета. Владимир Владимирович, дня за три мы выдадим 90% всех, кто у нас уже гарантированными. Гарантированными не затягиваете. А вот то, что не увязано с документами, документы выдаем. В госпитале размещены жители Шира, у которых после 12 апреля не осталось ничего. И пользуясь случаем, они задают самый насущный для себя вопрос. Когда нам и как нам восстановят жилье? Мы точно знаем и верим, что нам жилье восстановится. И мы бы хотели, чтобы жилье наше было восстановлено как и на новом месте, так и в собственности. Надо так вот действительно погибчиво. Мы подходим к этим. Где есть возможность, и люди хотят на другое место переехать. Ну, пусть мы переезжаем. Затем разговор неожиданно перешел на другую тему, которая, казалось, должна была мало интересовать людей, оставшихся на улице. Арест начальника пожарной службы Шира кажется сельчанам несправедливым. Да и в целом, по их мнению, следствие иногда мешает работе местных чиновников. Когда приходишь в приемную, чтобы встретиться с главой администрации, например, говорят, что они на допросе, вызваны на допрос. То есть, вот я, например, считаю, что, наверное, не то время, когда действительно нужно... Виктор Михайлович, вас подключил, если еще надо сказать. Вы не переживайте за начальство. С начальством ничего не будет. Нет, ну, просто так говорите. Все будет нормально. То есть, сейчас скажу, я... Вот, послушайте, что скажу. Я первый раз вижу, если кто-то, значит, если люди не виноваты ни в чем, никто специально никого преследовать не будет. А если виноваты, пусть отвечают. Вот, ответ простой. Значит, просто так, если люди сидят на своих местах, не делают ничего же. Но это одно дело. Значит, если они выполняют свои обязанности целиком, но стихи сильнее нас, то это другая ситуация. И никто их для того, чтобы для формальности, для формы привлекать к ответственности не будет. Не просил задавать эти вопросы. Мне это, может, отчасти стыдно. Мне просто хочется, чтобы мы... Посадите нас чуть попозже, дайте поработать. Значит, хотел сказать, что месяца через полтора, и обязательно приеду еще, ну, там, полтора-два, посмотрим, как здесь будут эти работы. После встречи в госпитале Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий массовых пожаров в Сибири. Для участия в нем в Абакан прилетели главы и других пострадавших регионов. Однако главное внимание было уделено Хакасии, имеющей наибольшие человеческие и материальные потери. Глава государства еще раз подчеркнул, помощь Погорельцам должна быть быстрой, без проволочек. Мы понимаем, что от этого зависит то, как быстро будет развернута работа по восстановлению жилья и инфраструктуры. Поэтому прошу не тянуть и МЧС, местные органы власти, региональные, должны эту работу организовать как можно быстрее. Уже говорил об этом и в ходе прямой линии по телевидению, и сейчас хочу повторить. Необходимо завершить восстановительные работы к первому сентября. Для оказания помощи в федеральном правительстве будет определен единый координатор. Хакасия просит денег не только для строительства домов, но и для поддержки сельского хозяйства. Все эти заявки будут рассмотрены Кабинетом министров России. На совещании также стало известно о других мерах поддержки Погорельцев. Дети из пострадавших территорий этим летом смогут отдохнуть в Крыму и на курортах южных регионов страны. По линии Минздрава России республиканские медики обеспечены необходимыми медпрепаратами и вакцинами от клещевого энцефалита, гепатита, дизентерии и других инфекций. Что касается строительства домов, к 30 апреля правительство планирует полностью расчистить пострадавшие территории от завалов. Жилищный вопрос крайне сложный, со множеством нюансов. И Погорельцам придется принять то, что на индивидуальный подход каждой семье у властей нет ни времени, ни средств. Более того, более половине нуждающихся, ввиду того, что они ранее не оформили документы на свои дома, сначала необходимо через суд доказать право на помощь. О трудностях процесса мы поговорили с первым заместителем главы Хакасии Олегом Намом. Именно он возглавляет республиканский штаб по восстановлению. Олег Валерьевич, итак, каковы последние данные по расчистке пострадавших территорий, по выплате денег и по восстановлению документов? В общей сложности выплачено 119 534 000 рублей. Все, что касается по расчистке территории, на сегодняшний день окончательная дата расчистки назначена 30 апреля. По восстановлению документов? На 1 мая планируем организовать массовую подачу по всем населенным пунктам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Массовое заявление в суд с целью установления права гражданина на получение компенсации. А у нас больше половины граждан, которым приходится восстанавливать документы и, так скажем, заявляться на компенсацию только в судебном порядке. Наши телезрители просят уточнить, всем ли по горельцам будут построены именно отдельные дома, так как кто-то жил в двухквартирных домах, кто-то вообще жил в бараках, там по 6-8 семей. Мы не можем в кратчайшие сроки учесть все потребности граждан. И это раз и второй момент. Закон нам предписывает частичную компенсацию граждан по пострадавшим по строительству домов. Поэтому мы привязываемся к типовым проектам, которые говорят о том, что нормы жилищного кодекса 33 квадратных метра, 42, 54 и так далее. Олег Валерьевич, а возможно ли добавить свои средства к федеральной помощи и построить тот дом, который действительно нужен самой семье, из того материала, который ей нужен? Кто-то не хочет из газобетона строиться или панельный, а хочет опять брусовой дом. Такие пожелания будут учитываться? Насколько это возможно? Я уже сказал, с учетом того, что в кратчайшие сроки необходимо строить большое количество домов, индивидуальные такие возможности, профилированный брус, либо просто брус, либо оцилиндрованное бревно, либо еще в каком-то формате, мы не можем осматривать. Почему? Потому что в достаточном количестве уже приготовленного материала его на территории республики, в ближайших, так скажем, у наших соседей отсутствует. Это раз. Но второй момент, мы не должны забывать о том, что стоимость жилья утверждена минус строя, то есть квадратного метра. И мы должны, скажем так, уложиться в эту стоимость, потому что нам никто не позволит строить высшие нам, просто не дадут средства. В третий момент, как вариант увеличить жилплощадь за счет собственных средств граждан, пострадавших, мы пока однозначного ответа нет. Почему? Потому что пока не утверждена методика и порядок предоставления помощи гражданам минус строя, мы пока такой возможности не обладаем. У вас есть понимание, как долго будут идти все согласования с погорельцами? К сожалению, вопросы в судебном порядке, в отдельных случаях, это не массово носит характер, в отдельных случаях время идет, так скажем, счет идет до года. А у нас есть всего три месяца для того, чтобы построить дома, поэтому я призываю граждан к активной работе и для себя определиться и принять решение. Потому что есть люди, у которых, так скажем, есть возможности построить жилье где-то в том месте, где бы они хотели, либо переехать в другое место. Есть такие граждане, но мы не можем сегодня с каждым пройти и проговорить, и говорить, что у тебя будет 31,5 квадратных метров, либо 45,6. Нет, у нас решение принимаем такое, чтобы это было проектное, именно технологичное методикостроительство. И в массовом порядке, так скажем, решить вопрос по улучшению права гражданина воспользоваться компенсацией, которую предоставляет государство, частичной компенсацией на потерю имущества. Фермеры Хакасии до сих пор подсчитывают убытки, понесенные в результате массовых пожаров. Несколько хозяйств потеряли большую часть имущества. Одно из них принадлежит Александру Кайлю из Ширинского района. Кстати, у него пожарные закончили свою работу только на этой неделе. Вот в этом месте прямо был гараж. Дальше производился растет скота. Дальше был склад, вон навес святачи, куча лежат. 12 апреля было, в час дня все кончилось. Александр Кайль потерял все, что нажито за 15 лет. Но одним днем его стресс и волнение не ограничились. Навозные кучи вокруг фермы продолжали тлеть, угрожая оставшемуся скоту. В хозяйстве Александра Кайля пожарные появились сразу после того, как фермер пожаловался напрямую Виктору Зимину. На встрече в правительстве он рассказал, что на его территории до сих пор есть угроза возгорания, а служба 0-1 не реагирует. Одного звонка из серого дома оказалось достаточно, чтобы на ферму под селом Солено-Озерное приехала крупная техника и наряд из Таштыбского района. Сейчас они прогревают все, что может снова загореться. Сегодня пожарные закончили свою работу и Александр Кайль может спокойно восстанавливать свое хозяйство. Сгорело все, но половину поголовья удалось спасти. Мысли уже приходят в порядок и фермер начал договариваться с поставками стройматериалов для возведения новых кошар. Покупает за свой счет. Когда будет помощь из бюджета, неизвестно. А маткам с ягнятами крыша над головой нужна как можно быстрее. К счастью, техника, купленная в кредит, осталась невредима. И если банк даст отсрочку по выплатам, это позволит главе хозяйства заняться строительством. Плавный сделать лучше, чем было. Если, конечно, будет помощь. За несколько лет, думаю, восстановимся и будем развиваться дальше, увеличивать поголовье. Фермер разводит крупный рогатый скот и овец задельбаевской породы. Той самой, чье мясо было признано лучшим для проекта «Хакасская баранина». Александр Кайль собирался поставлять мясо для будущего завода, но сейчас его участие под большим вопросом. Закрываться глава хозяйства не собирается и надеется, что власть сдержит свои обещания помочь всем погорельцам. Только в этом случае возможно сохранение поголовья, за что так ратует Виктор Зимин. И вот какие данные нам предоставили в Минсельхозе Республики. Правительство Хакассии обратилось за помощью в соседние регионы. И вот что оно просит предоставить. Полторы тысячи голов крупного рогатого скота, по пятьсот коров молочного, мясного и племенного направления. Десять тысяч овец, триста тонн картофеля. Для восстановления построек требуется следующая помощь. Более 11 тысяч кубов пиломатериалов, 28 тонн цемента, 11 тысяч листов кровельного материала, 3 тонны гвоздей. Заявка направлена и сейчас остается ждать ответа от соседей, что они смогут нам предоставить и на каких условиях. Добавлю, что Минсельхоз также планирует выделить финансовую помощь из республиканского бюджета, чтобы пострадавшие хозяйства все-таки провели посевную. Они получат по тысяче рублей из расчета на один гектар. В целом, все меры поддержки фермеры должны получить до конца октября. Такой срок обозначил глава Хакасии Виктор Зимин. А сейчас к новости, которая полностью изменит жизнь сразу двух населенных пунктов Хакасии. Рудники Абазы и Вершины Тёи с 1 мая прекращают свою работу. Компания Руда Хакасия официально объявила об этом в пятницу и объясняет свое решение очередным падением цен на руду. Сырье дешевеет последние несколько лет, из-за чего уже в прошлом году Руда Хакасия терпела убытки. Сейчас цены понизились еще на 16%. В этих условиях руководство компании не видит смысла продолжать добычу и отправляет рабочих в простой. Руда Хакасия – градообразующее предприятие в Абазе и Вершине Тёи. И именно по ним остановка рудников ударит больнее всего. Кроме того, от стабильности компании зависит еще один поселок – Мундыбаш в Кемеровской области. Всего на трех предприятиях Руда Хакасии работает свыше двух тысяч человек. Чтобы они не остались на улице, владелец рудников обращается к республиканским и федеральным властям, которые должны помочь компании выйти из кризиса и возобновить работу. Как сообщили нам в правительстве, там работают над решением проблемы. В частности, ведутся переговоры по формированию адекватной цены на руду. Кроме того, трудинспекция будет следить за соблюдением прав работников. В эфире «Вести Хакасия» события недели и мы продолжаем. Знаете ли вы, что завтра депутаты отмечают свой профессиональный праздник – 27 апреля, день российского парламентаризма. Этот день в 1906 году начала работу Государственная Дума. О том, что значат представительные органы власти в жизни современного общества, мы поговорили с одним из самых опытных депутатов Хакасии, заместителем председателя Верховного Совета Юрием Шпигальских. Добрый день, Юрий Александрович. Добрый день. Итак, что это за праздник, день парламентаризма? Откуда идут его основы? Для многих это действительно новый праздник. Если говорить формально, он существует. Сейчас третий раз будем праздновать. Это праздник, который по инициативе Государственной Думы Советой Федерации учрежден. И я думаю, что абсолютно оправданно определили такую дату. Для чего? Для того, чтобы в принципе все наше население, весь наш народ понимал важность и необходимость такой ветви власти, как парламент, представительный орган. И этот праздник, с моей точки зрения, он абсолютно не новый, потому что парламентаризм, как такой, существовал очень многие десятки и сотни лет. В целом, как Вы оцениваете роль Верховного Совета в жизни нашей республики, в жизни нашего общества? Очень многие мои коллеги из других территорий, люди, которые сегодня работают в федеральных структурах, но в самых высоких уровнях Хакасию, оценивают как политическую стабильную территорию. Далеко не всех субъектов федерации находятся вот в такой ситуации, стабильной ситуации. Я думаю, что это заслуга в том числе и Верховного Совета. Мы не допустили каких-то перекосов, каких-то напряжений. Мы не допустили боевых событий, действий и разборок с правительством, с органами исполнительной власти, как на многих других территориях это было. Мы выстроили систему местного самоуправления и прошли вот к сегодняшнему состоянию, я думаю, что абсолютно безболезненно. Да, действительно, вот в мае исполняется нашему главному документу, нашему главному закону 20 лет. На Ваш взгляд, за это время, когда он был принят, как изменилась его роль в жизни республики? И действительно, растет ли авторитет этого документа? Главный момент, который отражается в этом документе, это структура и система власти, которую мы определили. Если предусмотрен глава республики, председатель правительства, заметьте, мы никогда не предусматривали ни президента, ни каких-то вений. Мы вот определились, вот есть руководитель республики, который управляет правительством, исполнительная власть напрямую подчиняется. Есть законодательный орган, и система, которая сложилась, я считаю, что она эффективно взаимодействует. Это правило. Большое внимание уделяем незащищенным группам населения, ветеранам, инвалидам. Это и Конституция нас обязывает, и мы через этот посыл совершенствуем все законодательство. А как Вы думаете, почему все-таки у нас люди не стремятся знать Конституцию? То есть это и опросы все показывают? Это касается как и Конституции России, так и Конституции Хакасии? Пока не возникнет необходимость, жесткая проблема, когда человек скажет, стоп, меня где-то ограничивают в правах, а дай-ка я посмотрю, каковы мои права, а вообще какая структура власти, кто тут у нас главнокомандующий, кто должен ту или иную задачу решать. Пока вот такая проблема не возникает, человек живет спокойно, не вникает в эти вещи, пусть туда же Конституция, и дай Бог, чтобы это было так. Дай Бог, чтобы не было необходимости листать законы, стремиться в чем-то разобраться. Для этого нужно, чтобы власть работала эффективно, для того, чтобы у населения не было проблем. Спасибо за Ваше мнение. В Абакане накануне закончился отопительный сезон. Поводом для такого решения городских властей стала теплая погода, установившаяся на этой неделе. Между тем, прошлой весной отопление отключили только 18 мая. И холодную погоду, которая обычно бывает в первой половине месяца, горожане пережили с комфортом. В этом году, по прогнозам синоптиков, до настоящего тепла еще рано. В первой декаде мая ночью ожидаются заморозки до минус двух. И в некоторые дни среднесуточная температура составит всего 7 градусов выше нуля. Существенно потеплеет во второй декаде месяца. И остается надеяться, что капризный май оправдает прогнозы синоптиков. А сейчас наша традиционная рубрика, посвященная юбилею Великой Победы. Сегодня слово берет ветеран Григорий Михайлович Смолин, которого судьба бросала из одной крайности в другую. Сначала молодой парень работал на железной дороге, а потом он попал в морское училище и участвовал в боях с Японией. Когда я закончил 8 класс в 1941 году, а 8 класс уже был плавный, мне отец говорит, вот что сын, хочешь учиться дальше, иди работай. У меня нет денег для того, чтобы заплатить за тебя 150 рублей за учебный год. Ну и что? Я пошел работать. Куда? В совхоз. Меня приняли туда, значит, с синокольщиком. Посадили лошадь меня. Ну, все вроде бы, все хорошо было, все удачно. Вот вдруг несется конник по дороге, на весь мах, машет бумагами в руке. Война, война, война. И давай раздавать повески. Ну и почти все мужчины, 18-ти лет, окончая 45 годами, сразу снялись с поля, и все разъехались. И жеванные там дети их это провожать. Мы остались, те, кто пришли, старички, которые могли быть, остались дальше работать. В повесках меня вызывают и предлагают мне в железнодорожное училище учиться. В город Иландск призвали. Из нас сделали группу кузнецов. Мы до обеда, значит, теорию проходим, после обеда кувалду в руки, в кузнецовый цех, и мы молотим там, где укажут кузнецовый, деталевый колонн и так далее. И нас 18 человек отправляют в Красноярск. Кочегаров на паровоз, во всю идет война. Ну, работа была, конечно, адская. Паровозом стоять не разрешали, потому что было страшное движение с востока везли военных, обмундирование, вооружение, все что угодно. А с запада свои груза жертвы нет. Давали нам 600 грамм хлеба, как работающим, и две портичные мши. Я попал на паровоз АЭМ, ручное отопление. Моя обязанность была, значит, загружать уголь и грести. Тогда уже страна была в таком уже тяжелом положении. Стали уголь разбавлять изгорию. Наполовину уголь, наполовину изгори. И вот чем меньше угля, тем в топку давали, тем быстрее горит. Надо, чтобы паровоз не смел растянуться на пути. Нас судили даже машинистов, помощников, за то, что они растянулись, остановили состав и задержали на какое-то энное время движение поездов. Хорошо, когда вот такое время, когда он сыпется, когда он гребет, а зимой, как он смерзется со снегом, то ломом бьешь, киркой его бьешь, и скорее оттуда нагрешка, так, твою мать, угля, а то расстанется. Если я живу, плачу, с такими слезами, сам кувал, значит, этим ломом, киркой бью, подаю вам уголь, плюс эта пыль, настолько это меня все-таки отдавало, что нам давали вместе вывод, нам давали зеленую глину. Вот эту глину трешь, до крови трешь, брось он, на голы топчан ложись и засыпаешь мертвым сном. Приходит вызывать тебя, смолен, вставай в поездку. А я не могу раздернуть глаза. Глаза от масла, от пыли настолько слепаются, что проснулся, разговор слышишь, а раздераешь, не можешь так раздираешь, чтоб только увидеть, чтоб только расписаться, что я это получил. 42-й год, у меня еще 18-й не было. Меня вызывают в военно-учетное бюро и говорят, вот пришла путевка в Тауму, это Тихо-Гианское высшее военно-морское училище. Я попал в электромеханическую школу. Вдруг меня вызывает командир корабля и говорит, смолен, вот такой вот приказ флота, тебе явиться, значит, вот со всеми шмутками, со всеми, что есть, в экипаж, формирует моряков для похода в Америку. Мы пришли в Америку, пришли в Калбей, это на Аляске, значит, американское, там это военно-морской плот. И там мы приняли фрегаты. Как раз на эти фрегаты легла вся участь борьбы с японцами непосредственно с моря. Первая операция была, мы выбрали десанты с ручными и с танковыми пулеметами, обстреляли японцев, брали в город Сейшин, военно-морской порт, японский, значит, это на Северной Корее. Вот самое страшное было, когда мы шли на Либерти. Океан, простор, ни пароходы, ничего не видно. Берега, допустим, первое время только. Самая прекрасная цель для подводной лодки. Если подводная лодка бы обнаружила нас и пульнула пара ракет, и, конечно, было бы этому Либерти, и все Либерти, и все эти пять тысяч человек ушли на дно морское. Но, к счастью, такого ни разу не случилось. На этом наш выпуск завершен. Все материалы вы также можете посмотреть на сайте вестихакасия.рф. Я желаю вам приятного окончания выходных и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова